Я вас встретила вживую, конечно, бы вас потрогала, пощупала. И одна встреча, она на самом деле важнее тысячи онлайн-встреч, я это чётко понимаю. Надеюсь, меня хорошо слышно, да, Надин, как меня слышно? Потому что тема, тема такая, вы знаете, я давно занимаюсь здоровьем, красотой, молодостью. И мне самой интересны все эти моменты. Ясное дело, думаешь о себе всегда, да, как бы так сделать так, чтобы это злосчастное время не брало над тобой вверх. И я заметила, что девочка уже и похудела, и целлюлица гнала, и всё хорошо, а всё равно выглядит, вот могла бы лучше. И это уже дело осанки, причём касается не только девочек, касается и мальчиков, просто на мальчиках это не так некрасиво выглядит. Посмотрите, пожалуйста, это схема, да. Ну, можете принять на веру, но в целом, передняя поверхность туловища и передняя поверхность лица, она сползает вниз. Да, к сожалению, причём вот такие вот точки, знаете, есть самые ответственные, вот самая ответственная точка в области промежности, потом пупок, вот. Ну, если промежность не сползает вниз, она по-другому немножко подвергается изменениям, а пупок, вот прям вот, сейчас вам покажу, вниз смещается. Вот точечка, а, у меня есть чем показать, секундочку, вот эта вот зона декольте смещается к низу, вот, передняя поверхность шеи, ну и весь носокубной вот этот вот треугольник тоже как на мордик начинает висеть вниз. Это нас очень сильно возмущает, и мы сначала стремимся лицо поправить какими-нибудь косметическими средствами, понимаем, что как мёртвого припарка, всё равно как висело, так и висит. Потом идём уже в салоны и пытаемся какими-то уже более серьёзными инвазивными средствами пользоваться, да. Ну и в конечном итоге есть девочки, которые уже махнули рукой, ай, всё равно всё неотвратимо и так далее. Всё отвратимо на самом деле. Давайте посмотрим, ну, например, на изменения, которые происходят с пупиком. Если мы поймём, что он сделал, мы сможем сделать наоборот. Ну вот, например, ой, не туда нажала, ну ладно. Посмотрите, вот этот пупик, он красивый пупик, этот тоже красивый, конечно, но этот, он ещё и правильный. Он либо округлую форму имеет, или немножко вытянутую в вертикальном положении. Это значит, все ткани лежат как положено. Никакого смещения вниз, никакого птоза не имеется. А вот здесь у пупика появилась, видите, крыша такая. То есть, если ткань передней поверхности туловища, передней брюшной стенки начинает опускаться вниз, то мы видим совершенно определённые изменения пупочка. У кого такой пупочек, вот изменённый, вот такой вот с крышей, напишите единички в чат. Значит, вы чётко понимаете, что это идёт за процесс. Это идёт процесс съезжания передней поверхности туловища откуда-куда, сверху вниз. У кого пупочек с крышей, пожалуйста, поставьте единички в чат. Вот, а если быстро смоделировать процессы старения, вот, вы поймёте, что старения нет, есть потеря нормальной, спасибо, Наташа, есть потеря нормальной, стройной, красивой, молодой осанки. Вот девочка за три секунды вроде бы как-то помолодела, да, вот была вот первый вариант, и вот стал второй вариант. Давайте отследим, да, Людмила, отследим вообще весь комплекс изменений, который произошёл с девочкой. Самое главное действие – это у неё вот здесь вот всё хорошо, а здесь заломленная зона декольте. Попробуйте на себе, заломите себе зону декольте вот так, будто здесь какой-то предмет, и вы его огибаете. Этот предмет, как правило, наш ребёнок, у меня очень сильно поменялась осанка с рождением ребёночка, с рождением ульянки. Я прямо вот всеми, всей собой её обволакивала, вот просто и плечиками её обволакивала, и осанка вот просто всё в тартарары полетела. Кто такой же, как я, двоечку в чат поставьте, но моей ульянке уже 18 лет, девушки. Можете написать, сколько вашим ульянкам, Петям, Колям, Ларисам, вашим деткам младшим сколько лет, а осанка-то осталась, осталась. Заломилась зона декольте. Как только заломилась зона декольте, плечо полезло кпереди. И посмотрите, что сзади, вот задняя поверхность, задняя поверхность плеча, и вот тут плюс ткань какая-то. А когда хорошая осанка, задняя поверхность плеча равна задней поверхности спины, и никакой плюс ткани здесь нет. А здесь гордок, видите? Плечо поехало кпереди, грудь, смотрите, обвисла, говорят, ушки кокер-спаниеля, и считают, что красивая стоячая грудь только у молодых. Не только у молодых, а у тех, которые умудрились не терять нормальное расположение ткани. Укладывается она вот такой, боже, девочка худая, а животик есть, а животик есть. Почему? А потому что все сползает вниз на передней поверхности. Все сползая вниз, тащит за собой шею. Посмотрите, шея под углом 45 градусов в горизонте. Здесь она вертикальная, как антенка, и на ней сторчит голова. А здесь что произошло? Подбородочное пространство, так как она просто нам показывает, она показывает, что происходит. У нее еще не обвисло. Но если вы показываете так всю жизнь, 29 и 13, вижу, Наташа, да. А вот если вы так всю жизнь показываете, здесь уже будет второй подбородок. Второй подбородок, понимаете? Боженька, сидит там на небке. Шучу. Вот, мне же надо как-то объяснить, да. Сидит на небке и смотрит вниз. И посмотрел вот сюда, вот этой барышни, вот сюда, вот на макушку. Смотрит. Странно. Голова есть. А под головой как-то туловища вроде нет. Как это такое? И давай достраивать второй подбородок. А в следующий раз посмотрит вот сюда, вот на гордок, на холку. Эта холка, она здесь еще не сформирована, но обязательно сформируется. Это тоже патология осанта. Видишь, сколько много всего. Посмотрит. О, туловище есть. А голова? А голова вперед ушла. А голова нет. Фух. Подумает, боженька, и давай хоть что-то достраивать, холку построить, да. То есть тут вариантов очень много. И все как-то нам не в кассу. Совершенно не в кассу. Смотрите, как много всяких проблем из-за того, что мы забываем держать нормальную осаночку. Но еще какая проблема? Если видите, вот здесь между грудью и лобком мало места, а вот здесь побольше места. Давайте на другую фотографию покажу. Тут у вас есть грудина, грудина. И вот найдите конец грудины. Вот здесь где-то конец грудины. Это такая косточка. И оцените расстояние от нижней части грудины до лобковой кости. Это вот расстояние должно быть максимально длинным. Вот чем оно длиннее, тем меньше вам лет. Биологического возраста. Если же организм вот так вот сложился, будто бы через прутик перегнулся, вот как, например, у барышни на втором снимке, тяжелая грудь, понятно, но и грудина стремится к лобку, то вот это вот расстояние будет совершенно маленькое. Это так называемое укорочение талии. Терапевтично само понимание этих вещей. Если вы понимаете эти вещи, то ясное дело, вы будете следить. Вы будете разворачивать свою грудную клетку. Вы начнете одну тысячную долю своего сознания посылать на слежение за этими вопросами. Понятно, понятно, что невозможно все это делать только усилием воли. Что есть определенные упражнения, ухищрения и так далее, которые позволяют те ткани, которые уже слежались, которые уже соединительной тканью проросли, рубцовые проросли, которые уже привыкли быть в этом месте, которые позволяют эти ткани поставить на место. Я об этом скажу немножечко позже. Пока давайте поймем, ну почему нас складывают кпереди и вниз. Что там такое, такое интересное, почему именно так происходит. А все очень просто. Наш позвоночник располагается по задней поверхности нашего тела. Вот, ближе к задней поверхности. Если бы он как ось центральная ровно по центру проходил, может быть, было бы меньше проблемы с осанкой, а он по задней поверхности. И тяжелая грудь смещает центр тяжести кпереди. Беременный живот смещает центр тяжести кпереди. Беременность уже была давно, соответственно, уже просто полный живот. Накопили висцеральный жир. Это тоже смещение кпереди и вниз. Потому что эти вещи, они довольно тяжелые. Что грудь, что живот. Пока носишь беременность, даже походка меняется. Называется горделивая походка беременна. Меняется походка в связи с изменением центра тяжести. То есть, все тело в основном впереди позвоночника. И все это весит, понимаете. Потом мы руками что-то в руки берем, что-то обнимательным движением носим. Ну, в общем, все это тоже впереди. Соответственно, не мудрено, что передняя поверхность творящей тяжелая и спускается к нему. Кто же стабилизирует этот нехороший момент? Да сам позвоночник. Представляете, если 10 лет его неправильно эксплуатировать, 20 лет его неправильно эксплуатировать, только однобокую давать нагрузку, только кпереди, только вниз, то происходит деформация тел позвонков. Вот этот позвонок, ну, вроде бы более-менее. Его передняя поверхность равна примерно его задней поверхности. А этот, посмотрите, а этот. Передняя поверхность укорочена, спрессована, сдавлена. А задняя поверхность нормальную высоту имеет. Соответственно, происходит деформация самого позвоночника, то есть его скрючивает в направлении кпереди. Соответственно, ничего вроде бы нам не остается, как заломить декольте, опустить грудь и укоротить талию. Но не тут-то было. Мы-то с вами умные девочки. Мы это понимаем, и мы обязательно придумаем какой-то выход. Да, придумаем или нет? Кто склонен к придумать, плюсики в чат поставить. Надо же придумать какой-то выход. Ну да, сейчас клиновидную деформацию этого позвоночника еще провоцирует наше, извините, питание, которое не содержит... Это молоко, которое... Это не молоко вовсе, а порошок. Знаете, ну, собственно, кальций нужен костям, белок качественный и вода, да, вот в целом. Еще солнышко, еще витамин D. Но это сложный момент. Обычно такие лекции плохо переносятся. Вот. И они как бы, как это говорят, они не коммерческие. Вот это вот материал, который я сейчас даю, коммерческий. То, что все хотят результат уже позавчера. Вот. И действительно, этот подход способен дать быстрый результат. А кормить свои кости, их же никто не видит. Некоммерческо. Но, ладно. Давайте теперь посмотрим на грудь, на форму груди. И поставим сами себе диагнозы. Если процесс спускания передней поверхности туловища пошел, давайте поставим себе ту стадию процесса, который у вас имеется. Вот это нижняя линия груди по нижнему полюсу идет, да, и сосочек должен располагаться выше. Это нормальная грудь. Если линия прикрепления к груди... ...линия прикрепления к груди, но ниже располагается нижний полюс к груди, и сосок на уровне линия прикрепления к груди. Это птос к груди первой степени. Если сосок ниже линии прикрепления к груди, вторая степень, птос – это опущение, а если сильно ниже сосок, так что еще часть груди передней поверхности ниже линии прикрепления к груди, то это третья степень. Можете поставить степень N-норма. Норма напишите. Первая, вторая или третья. Ну, чтобы и вы запомнили, и понимали, с чем необходимо работать. А псевдоптос – это очень красивая грудь. Видите, линия прикрепления сама по себе, сосок выше, а нижний полюс ниже линии прикрепления. Это очень красиво выглядит. Такие груди любят фотографировать, рисовать, гордятся. Вот тоже псевдоптос очень красиво выглядит. Вот. Вот такая вот вещь. Ну, ну и что еще? Скажете, что это старость? Нет, конечно, не старость. Это не старость, это просто некоторая запущенность, незнание в плане осанки. Так, ну что ты? Нарисовал так, что кажется, вроде бы… Вот, смотрите, он неправильно нарисовал. Кажется, что происходит удлинение зоны декольте. Нет, не происходит удлинение зоны декольте. Просто эта зона стаскивает на себя вперед шею, и зона декольте сминается на самом деле. То есть ситуация не такая. На зоне декольте возникают различные неприятные морщинки. Да что такое? Ладно, не листается. Посмотрите, пожалуйста, на зону декольте, и что вы здесь можете увидеть? Утренние морщины. Как они? Вот так идут утренние морщины, вот так, ну и вот поперечные, да, поперечные, может быть, утренняя морщина. А это зона декольте так реагирует на то, что происходит укорочение внутренних слоев зоны декольте. То есть костный остов, мышечный остов подвергается вот этому процессу нехорошему, а кожа, которой она ни в чем не виновата, кожа, она работает, знаете, как одежда. Вот кожа, она у нас как одежда. Если, допустим, мне сшили вот эту кофточку и хотели, чтобы у меня вот здесь ничего не болталось, мне взяли и сделали здесь выточку. Точно так же и зона декольте. Ну, говорят, ребята, смотрите, а вот полотно, вот полотно кожи на зоне декольте, а под полотном мышцы, кости, они что-то там с ними такое происходит, нехорошее. И получается, что у меня вот такой вот избыток ткани, вот зона декольте завалилась, да, и у меня вот избыток ткани. Как такой пузырь. Но пузырь же некрасиво. Давайте-ка этот пузырь возьму и заберу выточку. О, никто и не заметит. Лежала шея, и шея была длиннее. А вот эта часть раньше принадлежала непосредственно зоне декольте. И зона декольте была крылья. И она давит. И она его убит. И она даже не может. Лежала шея была крылья. И они тоже не могут. И он не может. э, они- Спасибо. 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 И вы их увидели и озвучили. Продолжение следует... 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 Держит голову как на вытянутых руках. Конечно, будет шея на устах, Андрюс. Потому что если поставить голову вертикаль, то нагрузки на шею почти отсутствуют. А если ее вынести за пределы туловища, то, конечно, нагрузка просто колоссальна. Обрастает холестерин и так далее. Вот еще по веревочкам хороший результат. Девочка имеет веревки, но она, вы знаете, очень хорошо выглядит. И я думала, для профилактики пришла заниматься. Но видите, так же небольшую брыльку и вот эта вот мышца кивательная. Она такая мясистая, напряженная, значит укороченная. А на втором снимке мы уже и брыльки не видим, и никаких веревок нет. И сама мышца, она не бросается в глаза. Она уже сглаженная, значит мы ее что удлинили. Это здорово. Это просто замечательно. Да, у меня просто результатов сегодня много. Хочу прям все вам озвучить, но перелистывается чрезвычайно медленно. Ну, почему я так уверена, что все это дело работает? Ну, уверена, потому что много результатов. Так, после первого занятия в течение двух недель занималась регулярно. Результаты отличны. Мышцы груди заметно подтянулись. Мелкие морщинки разгладились. Грудь приподнялась. Плечики заострились. И меньше стали валики. Вот здесь вот. Ну и холка, да. Спину хочется держать прямо. Работну с мышцами лба и волосистые мы в этой части не работаем. Так, так, так. Вот, вот. Вот такой вот результатик. И давайте очень-очень классно, когда видят окружающие люди. Вот девушки занимаются, занимаются, но себя видишь каждый день и иногда так не совсем адекватно к себе относишься и так далее. В общем, без должного внимания. Но окружающие люди замечают ваши изменения. Вот девушка пошла к мастеру акупунктуристу, у которого не была почти месяц. Первое, что она мне сказала, что у меня улучшилась шея и холка. Появились хорошие контуры шеи. Вроде не замечала у себя особой проблемы с холкой, но и особо никогда не разглядывала себя сзади. То есть проблема есть, но мы еще ее не осознали, что она есть. Платье уже не сидит, но пока непонятно почему. Вот примерно так. Ее замечание меня просто восхитило, ведь как раз в это время я почти ежедневно занималась и шеей, и другими упражнениями. Результат, что называется, налицо. Да, вот оно и фотографии, которые до курса и после курса, меня, честно говоря, очень вдохновляют. Вот здесь крутые изменения по шее. Мы шеей с вами будем заниматься, она ходит в полном объеме в курс «Королевская осанка». Туда же входит работа с волосистой частью головы, чтобы волосики были живые, активные, блестючие, росли хорошо. Ну и, конечно, работа по телу. И, скорее всего, да, вот надежда вам сбрасывает результаты курса написанные, написанные. А я вам показываю и фотографические, в том числе и написанные. Посмотрите, хороший такой провис, приличный провис подбородочного пространства. Щека, переходящая в шею, и достаточно мясисто вот здесь сзади, то есть там точно есть холка. Вот, и смотрите, это через 6 недель повторная фотография, как и замечательно все подобралось. И шейка вертикальнее, и цилиндричнее, и как-то не бросается плюс ткань в области холки. И щека – это щека, а шея – это шея. Видите, вырисовался овал лица. И главное, поменялось направление взгляда. Если вначале это было немножко так вот вниз, да, то, смотрите, здесь взгляд раскрытый, и он идет чуть-чуть выше горизонта. Значит, настроение другое. Ну, как бы вот взгляд в будущее очень крутой, очень классный результат. Мне нравится. Ну, конечно, больше всего мне нравится мой результат. Это понятно. Сейчас вот долеснется, и я вам точно покажу свой результат. Мама сшила два платья. Я в этих платьях поехала на курорт. Вот, и смотрю, ничего, что-то фотографии какие-то. Ну, в общем, тысячу фотографий сделала, и ни одной не выбрала на аватарку поставить. Вот, и думаю, ну, что такое? В прошлом году еще все было классно. Сейчас то ли платья, может, мама плохо стала шить. Ай, точно, мама, наверное, плохо стала шить. Надо покупать готовое. Пойду, иду покупали готовое, тоже не сидит. Да что ты будешь делать? А потом я поняла, в чем дело. Посмотрите, какая холка, какая холка. Куда пошло плечо? Какая зона декольте? Сзади шеи вообще нет. Вот, когда это понимаешь, сразу что-то такое зажигается, и ты начинаешь над собой работать. И не спрашиваешь, когда будет результат, а уже результат, а куда результат. Ты просто работаешь, потому что понимаешь, что оно заехало не туда, куда надо. А вот, и в конечном итоге, ну, вот на второй фотографии я себе, ясно дело, нравлюсь намного больше. Вот, что-то вообще, ну, кому хоть, кто хоть видит результат, кому нравится, мой личный. Пятерочку мне, что ли, поставьте, что ли? Ну, вот, а то молчите, может быть, вам вообще не нравится. Пятерочку мне поставьте. Так, хорошо. Как-то сегодня интересно. Листалки у меня работают. Да, но результатов много. Вы можете вот по этой ссылочке пройтись и посмотреть. Просто я вам показываю уже другие результаты, новые. У меня есть результаты до сентября, и результаты уже с сентября. Надо уже второй блок результата выпускать. Давайте пока поставим себе осаночку. Тут все очень просто. Сидя, либо стоя. Вот, что вы можете сделать? Вы можете вспомнить три ключевых пунктика. Первый пункт. Ну, все уже. Давайте осанку, раз так медленно крутится, не буду показывать. Вот, а результатов полно. Ну, ладно. Ну, ладно, давайте. Я буду листать, а вы будете читать, и заодно будем ставить осанку. Значит, берете из макушки небольшую прядку волос. Вот. И наматываете на указательный палец. И тащите себя к небесам. Это ваша серебряная нить. Вы на ней можете висеть, поворачиваться вправо-влево. Но провалиться она вам не даст, потому что она тащит ваше тело вместе с головой. И все тело тащит вверх к небесам. Или представьте, что на теме вам положили небо, и вы его выдавливаете вверх. Вот, теменем вверх. Как у вас ощущения? Как ваши ощущения? Темечком небо вверх выдавливаете. Ага, хорошо. Теперь пришла подружка. Принесла вам 4 ведра воды. Как ей это удалось? 2 коромысла. Про коромысла на правое плечо, коромысла на левое плечо. И плечи пошли вниз. Смотрите, плечи вниз, а макушка-то вверх. Ну-ка, вот в таком растяжении еще себя попробуйте. Вот в таком растяжении. Так, только сразу начинает проваливаться живот вперед. Нет, живот поставьте назад. В смысле хвост под себя. Хвост. Копчик. Под себя. Вот так. Не проваливайтесь животом вперед. Вот. Как-то уже и животик поменьше. Так, хорошо. И вот здесь вот у меня очищал. Надо же его показывать, правильно? А если вы провалили и забыли, через вас не видно. Боженьки сверху. Поэтому. Эра. Красивая королевка. Эра. Эра. Повести, почувствовать. Под. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Догие жены! Каждый! Игра в полотно! Эй, в ручке, он был в пещере. Эй, подожди. Эй, вау, это не было! Эй, эй! Эй, это что-то! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Продолжение следует... вот морщинки спина не очень красиво очень платье пришло а потом что-то произошло и вот знаете вот эти вот штучки елочки ну совершенно совершенно все портили за две недели за две недели там есть у нас в нашей королевской осанки с этим этот а и получение вот такого группе танцев и у вы вот о и 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 Это не важно, когда специалисты пришлось похвастать. Это не важно, когда специалисты пришли. 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 Что я сделала? Ну, сложилось, да, сложилось, займется, да. Как я сложилась? Положите руку на эпотрапециевидную мышцу. Да, да, спасибо, ага. Положите руку. Вот, она стальная. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. Нащупайте плечиком, отведите его назад и затылком. Нащупайте самую болезненную точку трапециевидной мышцы. Найдите ее. Вот так вот прям по кувыркаете немного. О, я нашла. И вот ее на 30 секунд зажмите. Раз. Продолжение следует. Давай ты расслабишься, покушаешь нормально. Сейчас кровь к тебе придет. Давайте-ка, напишите мне Вера, Наталья, Лиля, Ольга Ивановна. Верна. Спасибо. Во-первых. Во-вторых. Во-вторых. Продолжение следует... Продолжение следует... Я пока попью водички. Виснет, поэтому ничего не поняла. Это плохо, что виснет. Сейчас делаем с другой стороны. Легкость. Кира почувствовала легкость. У кого такие вещи случились с вами? Облегчение, да? Ага. Было сложно держать позу, а мышцы не пойму, нашла ли. Вы не промахнетесь, Лиля. Там сложно промахнуться. Пока ничего не поняла. Ну, давайте повторим с другой стороны. В принципе, это ж не высшая математика, да? Давайте еще раз делаем вместе со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... В исходное положение, в исходное положение. И сразу давайте потягушку. Пальчики на затылок. Продолжение следует... Ну, это вообще-то круто. Это вообще-то круто. А у вас сколько миллиметров, девушки? Сколько у вас миллиметров? Если проехала, то на сколько миллиметров? Если не проехала, нолик. Нолик. А я пока расскажу. Надежда еще раз сбросит. Ссылочку на курс. Значит, смотрите. Это запись. Да, отдало спину, но пальцы скользили. А что Ольга Ивановна отдало спину? Потому что вот эта мышца... Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. делайте вместе со мной или утром или вечером и результаты у вас будут просто крутые действительно можете посмотреть на результаты которые опубликованы уже ссылка ведет на вредоносный сайт обе что ли давайте проверим сегодня со связи не немножко не она но не знают а ссылка по поводу результатов не ведет на вредоносный сайт результаты вы можете посмотреть а вот королевская осанка давайте так и подарок что он мне там мне там подарки я забыла совершенно о подарках а при быстром быстрое платье в течение 24 часов а вам положено еще полтора часа записи по коррекции гормонального фона я понимаю что все эти процессы в организме запускаются все-таки после вступления в климактерии хотя ко мне они пришли не еще 35 лет не было вот поэтому коррекцию гормонального фона я для вас записала и пожалуйста пользуйтесь а также так как мы работаем с очень с очень что у нас далее тоже очень интересная программа и конечно мы еще имеем возможность поблагодарить елену бахтина за прекрасное выступление за возможность вернуть своему телу королевскую осанку или вообще даже если она у нас еще есть знает как сохранить и владеть этими очень ценными знаниями далее мы будем говорить о понт про нейрологическое исцеление поэтому оставайтесь очень интересная тема и вас ждет встреча с очень интересно мастера а сейчас вы можете пройти по ссылочке если что-то не получается вера я могу дать свои контактные данные и вы можете написать мне и я вам там дам всю информацию чтобы вы увидели а сейчас вот даю свои контакты проходите можете написать мне в скайп на 1 богданова либо на почту на 1 . богданова 108 собака gmail.com в скайпе та которая москва для того чтобы зарегистрироваться на королевскую осанку следует пройти по голубой ссылочке вы окажетесь на странице королевская осанка или операция антихолка и можете присоединиться к сообществу обладательниц красивых спинок если вы действительно хотите иметь королевскую осанку то закажите себе такое обучающее видео и пусть у вас на шее красуется только красивое ожерелье заказать видео курс вы получаете в подарок еще мастер-класс по гормональной активности и статью по лимфодренажа стоимость продукта сегодня составляет 3000 рублей там кстати вот есть фотография где елена сама до и после того где она более молоденькой как она прекрасно сейчас выглядит вы наверное все сами смогли обратить внимание а пора от него избавиться от этого холмика горбика и минус 10-15 лет гарантированно вы узнаете причины появления и роста холки что делать чтобы ее ликвидировать какие еще бонусы вы получите избавившись от нее об этом обо всем вы узнаете об обучающем видео там будет постановка осанки поправляем костюмчик ручными методами коррекция холки лежа и стоя а также работаем с тонусом мышц шеи две методики а работа с волосистой частью головы и непосредственная работа с холкой упражнения защипы банки узнаете о важности физ нагрузки коррекции гормональными гормонального фона фито прогестеронами лимфодренаж лекарственными травами коррекция массы тела правила сна и сидения все это в обучающем видео доступно вам если вас интересуют другие программы елены бахтиной есть много программы по лицу и по телу более например есть программа где это одно занятие есть программа пишите обращайтесь и обязательно вам дадим и такую возможность вводите пожалуйста под описание ваши контактные данные имя е-мейл это адрес электронной почты внимательно по буквам телефон международном формате 78 для России 380 для Украины и так далее с кодом города с кодом страны и скайп и далее нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ и уже на странице тут же сможете с карты любого банка оплатить на яндекс деньги либо выбрать другой вариант оплаты проходите пользуйтесь до встречи